Мне вообще кажется, здесь должны быть какие-то орудия, Сергей, да? Много латекса, красная комната. Вот в руках у тебя орудия пыток. Да. Кто придумал название рубрики «Пыточная»? Вот Таня не знает. Это первый вопрос мне? Ну да. Я не знаю. Вот. Я отвечаю честно. А работаем в одном месте. Сергей Григорьев, наш коллега, который больше, конечно, представляет по роду своей профессии отдел новостей, в последнее время является еще и ведущим нового проекта под названием «Папа может». И ваши вопросы, которые вы адресовали ему, мы сейчас озвучим. И получим, естественно, на эти вопросы ответы. Ну что ж, Сереж, почему выбрали... Такой вопрос звучит. Почему выбрали именно эту профессию? Кем бы вы хотели быть в детстве? Сейчас отвечу пафосно. Я не выбирал эту профессию. Профессия выбрала меня. Я пиарщик. Я пиарщик. Пришел на телеканал «Центр Красноярска». Можно произносить в эфире? Да, пожалуйста. Там работала моя дипломная руководительница. Я пришел проставить у нее подписи для университета. Она говорит, приходи завтра на работу. Я думал, приду пиарщиком на телеканал. А меня посадили в новости. Так началась вот случайно эта история. Ты по объявлению, что ли, пришел? Да нет же, говорю, мой дипломник работал на телеканале. Нет, сюда-то как ты пришел? Это как пришел в профессию. Бегучкой увидел, что ли? Как на ТВК пришел? Это интересная история. Меня сюда приглашали три, наверное, раза. Лиза Курочкина на съемках подошла и сказала, Серега, приходи. Не знаю. Бежала, бежала, поджав хвост. Меня позвала, сама да, ушла. А потом мне звонила Дарья Тарасенко, приглашала в новости. Но я тогда застеснялся. Дарья Тарасенко сейчас. В декрете, счастливая мама. Я тогда постеснялся и подумал, что мой уровень не подходит под ТВК. Ну и кто третий? Кого ты выжил еще? Мария Бухтуева. А, ну Бухтуева работает. Написала мне и сказала, Сергей, приходи, что делать с тобой, решим. И вот благодаря Марии я пришел сюда в редакцию интернет, сайт ТВК. Ну и потом пошло-поехало. Там вопрос был, кем хотел быть в детстве. Я же приготовил ответ. Я же думал над этими вопросами. Я в детстве хотел быть Сталиным. Сталиным? Да. Серьезно? Сейчас объясню. А ты знаешь, что Сталин Бухтуева не нравится? Да, в курсе. В общем, у каждого ребенка, рано или поздно, у меня рано, случается экзистенциальный кризис. Когда он понимает, что ничто не вечно, и он в том числе. И вот я тогда подумал, я хотел бы, чтобы после меня меня долго-долго вспоминали. А так как я вырос наполовину на советской литературе, наполовину на МТВ, я подумал, ну кого сейчас все помнят? Сталина. Значит, я хочу быть Сталином. Вот это коллаборация с советской литературой и МТВ вообще. С добрым утром. Да, такая история. Сталиным. Ну, сейчас передумал? Я мне сгадаю. Ну, вообще да. Да? Все уже совсем другие. А я не знаю, что ты обратила на это внимание. Получается, тебя везде зовут. То есть не ты просишься куда-то, а тебя везде. Еще и уговаривают. На ТВК три раза уговаривали прийти. Да. Это не везет. Так же, как Ушакова уговаривали вернуться после декрета трижды. Сергей, значит, как вы попали на канал, понятно. Кто вам неприятен из соведущих, а кто, наоборот, очень приятен? Сережа, это каждому ведущему задают такой вопрос. Я не понимаю, откуда такие вопросы рождаются. Да это нормально. Это нормально. Сейчас, подождите. Ты можешь сказать, как в эфире, так и лично, например, при встрече. Из всех, ну, если говорить про профессионализм, работать со всеми комфортно и нормально, про приятно-неприятно бывает у некоторых соведущих такое, знаете, настроение. А если не соведущие, а если, допустим, просто в коллективе? Нет, вопрос был про соведущих. Ну, хорошо, про соведущих, ладно. И с кем работал в паре, бывает какое-то настроение такое, и человек, допустим, ну, вот, это же как в театре, партнер, он должен тебя как-то подхватывать. А бывает человек раз, и кто из таких людей, ну, вот, допустим, Иван Солнцев бывает до эфира немножечко такой не в настроении, и вот уже не идет так, как хотелось бы. Ну, а сегодня? Сегодня в порядке, Ваня. Сегодня в порядке, да? А где вы с Иваном Солнцевым соведете, скажите, пожалуйста? Нигде, кстати. Вот, это я имею моральное право говорить про Ивана. Спасибо, Таня, за защиту. Я уже не стал вдаваться. Я с ним всю неделю мне с ним работать. Да, я просто сейчас следующий вопрос задам, и вы все поймете. А сколько вам лет, Сергей? 28. Ну, вот, Людмила Бородина теперь с этим ответом на вопрос будет радоваться. Будет жить дальше. Значит, Сергей, а любите ли вы животных, в частности, собак? Люблю, но издалека. Я люблю смотреть видео с ними, я люблю их как... Я гуманно к ним отношусь, но сам домашнее животное бы, наверное, по своей инициативе никогда не взял. Потому что я... Ну, а к кошку? Нет. Нет. Я к ним... Кстати, вопрос был от Ковчега Надежды. Ну, тут сразу все понятно, что он к вам не придет. А, значит, Сергей, вы имеете ли вы пользоваться перфоратором? Вопрос задают. Каких успехов вы уже достигли в этом деле? Что за вопрос? Этот вопрос задает моя коллега Алена Кузнецова, главред нашего сайта. Потому что я одолжил у нее перфоратор месяц назад и до сих пор не отдал. Алена, прости, пожалуйста, я принесу его. Слушай, а зачем главному редактору перфоратор? Дома сын растет, и он начинает уже полки на себя ронять. Мне нужно было их присверлить к стене. Нет, ей зачем перфоратор? Или это ее... Алене-то зачем? Она недавно тоже переехала и тоже ремонты делает. И тоже перфорирует. То есть ты перфоратор нашел у коллеги девушки, да, а не у мужика? А не у себя, да. А у нашего техотдела не было перфоратора? А, но там ничего не дают. Ну я же не могу пользоваться в служебном положении. Согласен, согласен. А вот Алену Кузнецову, видимо, могу. Согласен. Таня, у тебя есть вопрос какой-нибудь для Сергея? Да, у меня есть вопрос. Сереж, что тебе нравится в семейной жизни? В семейной жизни мне нравятся традиции. Вот как сказать, она же у меня только начинается, семейная жизнь. И мне нравится придумывать какие-то традиции, придумывать какой-то устав семейный. Вот эти вот правила обсуждения, это не всегда позитивные моменты. Это иногда и в какие-то обсуждения, в горячие споры выливается. Но зато потом появляются какие-то такие столпы, на которых, допустим, по воскресеньям у нас то-то обязательное. Или вот это мы никогда не делаем. А пример конкретный можно? Что вы горячо обсуждали с супругой, например? Ну, недавно рацион сына. И тут я понял, что действительно нужно и к своему рациону пересмотреть. Ну, потому что, оказывается, блинчики полуфабрикаты, это нельзя этим каждый день питаться. Оказывается, я не знал. И теперь традиция, вы печете блины сами. Теперь традиция такая, что мы вместе выбираем, что купить, и потом вместе придумываем, что готовить, я готовлю. Ну, и нормально. Ну, нашли же точки соприкосновения. Нашли, нашли. Один рулит, придумывает, другой делает. Ну, хорошо. Ну, и финальный вопрос. Вот ты сегодня приехал на работу, ты перфоратор-то привез ей? Нет. Нет, но он еще нужен мне, Ален. Я еще пару дырок нашел, где сделать. Сереж, вот сейчас очень популярно, наверное, так, тренд такой, планировать что-то планировать, цели полагать. Через пять лет ты себя кем видишь? Например, через пять лет или через какое-то время? Я себя вижу в новой квартире, в собственной, в которой я сделал красивый ремонт прям под себя, удобненький. Я через пять лет себя вижу, ну, надеюсь, что все там же на ТВК, но уже в какой-то более... В кабинете Бухтуевой? Нет. Нет? Хотя бы, ну, не знаю. Перевыше? Нет. Нет, вообще, если кто не знает, то тут как бы такого роста прям вертикального нет, он горизонтальный. Вот я с большим количеством навыков, я уже умею монтировать. Согласен, вы сегодня занимаетесь одно рабочее место, завтра два уже. А я по секрету могу рассказать про Сережу, пока он, значит, ожидал своего выхода в эфир, он успел нам фотосессию сделать. И у меня уже штук двадцать классных фотографий с хорошего объектива делал. Представляете, вот человек пришел на интервью и заодно пофотографировал. Смотрите в инсте «Утро ТВК» фотки. Сергей Григорьев был у нас сегодня в гостях, наш коллега, человек совершенно разносторонний, увлекающийся. И у кого, в принципе, получается делать все, за что бы он не взялся. И это приятно, Сережа. Спасибо. Даже посмотри, как ты органично пьешь свою жидкость, да, вот из этого... Кофе, рис, миллилитров сливки, сахар, ложка. Вот все, просторится, бодрости. Сережа, где тебе гладится сорочки, рубашки-то? Это вопрос с подвохом? Нет, 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 наоборот, я смотрю, такой аккуратный, отутюженный, отглаженный мужчина. Думаю, кто сам, неужели сам? Я ее один раз в жизни глажу и потом ношу до стирки, до следующей. Молодец. А стирать надо раз в квартал. Продолжим эфир.